Мода нести сломя голову сквозь огонь, воду и грязные котлованы по странной случайности родилась не в России, а за рубежом уже 20 лет. Так бегают американцы, китайцы и англичане. Идеи последних как раз и позаимствовали организаторы Хрящевка Челлендж. Само собой, с поправками на условия суровой российской действительности, самарские грязь, слякоть, вода и температура чуть выше 5 градусов оказались самыми реалистичными декорациями за всю историю смертельно опасного марафона. Россия и грязь это уже ассоциируется каким-то образом, но мы ее так вот немножко сделали в таком эстетическом виде, поэтому не грязь, а философию грязи. Впервые увидев место будущих соревнований, организаторы поняли, это будет настоящая русская жесть. Самарская природа никого не пожалеет. Для смелых и безбашенных тут приготовили сразу две трассы. Одну трехкилометровую с бегом по пересеченной местности и лесами, плаванием в ледяных озерах и кувырканием в грязи. И вторую, где все то же самое, но в три раза больше и в три раза холоднее. Самое дикое, когда ты в воде, под ногами грязь, вокруг вообще непонятно, что происходит, какие-то люди куда-то бегут, я куда-то бегу, мыслей вообще нету. Бежать пришлось не только быстро, но и красиво. Отдельное призовое место организаторы пообещали отдать самому эпатажному марафонсу. Искать такового долго не пришлось. Уже на старте внимания зрителей привлекает этот молодой человек. Не стесняясь окружающих, он примеряет на себя пышное свадебное платье, а после выходит в нем на стартовую прямую. Почему платье невесты? На самом деле мы с девушкой думаем о свадьбе и рассматриваем выездную регистрацию. Вот рассматриваем любые варианты. Вот это проверил, но не выдержит она в платье, она просто отказалась, решил я проверить. Мне кажется, не выдержит, тяжеловато будет. Первые победители добегают до финиша уже через 20 минут после начала соревнований. Еще через полчаса, не торопясь и уже почти пешком, финишируют участники 9-километрового забега. Тяжело дыша, они отправляются переодеваться и согреваться. Многие после такого испытания едва передвигают ноги, находятся и те, кому не хватило жару. Не хватало огня, наверное, чтобы погреться на каком-то испытании. Это очень такое испытание, наверное, промежуточное. Вода, вода, постоянно вода. Это и холодно, и тяжело, устаешь. Эти кубки, дипломы и грамоты теперь могут стать чуть ли не самыми желанными в стране наградами для крутых и рискованных ребят. Организаторы «Хрящевки челлендж» об этом говорят часто и почти не краснее. Марафонцы в этом уверены меньше. Их победа хоть и честная, но не такая уж и заслуженная. Ну, наверное, посмотрел эти видео, как там в Европе, в Америке, у них посложнее все-таки. Там какие-то горы, шин, там какие-то горки огромные, огонь. Там, не знаю, здесь ничего такого не было. Значит, один, два или три. Просто по полю побегал там в холодной воде. Можно было и посложнее, я думаю. Посложнее еще будет, если экстремалы будут готовы бежать дольше, дальше и глубже, то и неформатный спорт в области задержится. Сразу после окончания марафона его организаторы пообещали, теперь экстремальные забеги станут ежегодными. Уже следующей весной под «Хрящевкой» снова раскопают ровы, зальют озера и протянут финишные ленты. Организаторы учтут все ошибки и проколы. И тогда даже самым отчаянным точно будет жарко. Субтитры создавал DimaTorzok